Кристина Лещенко, учитель искусства и счастливая мама двоих детей. Театральный сквер – постоянное место прогулок ее семьи. Однажды у девушки появилась идея разнообразить место. Взялась за эскизы и не прогадала. Реализация задумки стала возможной благодаря конкурсу «Молодежный взгляд. Битва идей». Когда зашла тема, что же выбрать на конкурсы, как можно украсить наш город, я почему-то подумала именно про музыкальные инструменты, так как можно расположить их в парке возле театра Данина Марцинкевича. И это будет красиво и по теме. Как раз была тема музыки у меня на уроке, поэтому мы взяли именно эти предметы. Конкурс признан создать условия для поддержки активного участия молодежи в социально-экономических и общественно-политических процессах. У героини было свое видение, и она поняла, что должна участвовать. Этапов было два. Первое – это было предоставить свой проект. Второе было – это защитить его. Ну, вот уже на защите нам сказали, что я победила. Администрация отреагировала положительно, им очень понравился. Вообще понравилась самая идея создания лавочек. Честно, я очень рада, что осуществили мою идею. Это очень приятно. Всего здесь представлено пять музыкальных лавочек. Мне вот, например, приглянулись вот эти барабаны. С ними все понятно. Но как незнающему отличить арфу от лиры или баян от аккордеона? Уже есть некоторые споры. Что же все-таки это за музыкальные инструменты? Вот прямо сейчас мы находимся, прямо за вами. Это все-таки гармошка, это баян или это все-таки аккордеон? Ну, это больше аккордеон, потому что, ну, за счет расположения клавиш и именно больше все-таки этот инструмент музыкальный я рисовала. Это явно не скрипка, это будет контрабас, так как расположение идет у нас вертикальное и подразумевает, что играть надо стоить. Данный, опять же, музыкальный инструмент больше похож на лиру. Арфа подразумевает, идет закругление внизу, поэтому данный музыкальный инструмент – это лира. Инструменты были изготовлены на Бавруйской фабрике художественных изделий по эскизам автора. Заказ был выполнен в кратчайшие сроки. После завершения конкурса, который прошел в октябре, на фабрику поступило задание, сразу были найдены нужные материалы и начата работа. Производство было очень сложное. Был творческий процесс, заимствовано много людей с творческим пониманием. Материал листовой, также трубопрофильное, прокатное. Условия прочности очень прочные. Рассчитаны на 3-4 человек, чтобы до них сидели. Держат все поводные условия, которые возможны в нашей стране, на данном регионе. Дождь, снег, град и так далее. Антикоррозийная защита двойная. Грунтовка, покраска с элементом патинирования. Для придания эффекта старины и эксклюзивности. Итоговый результат впечатлил даже саму Кристину Лещенко. Однако реализация проекта еще не завершена. В будущем экспозиция будет дополнена садовыми скульптурами. Пока что еще рассматриваем варианты. Ну, рассматривали варианты, где именно. Это фигуры топиари в виде трех музыкантов, которые играют на музыкальных инструментах. Проект благоустройства преобразит старый город, а парк станет местом притяжения и фотосессий. Роман Костюков, Максим Калинин, Бобруйск 360.